Всем привет и спасибо, что вернулись в макро-вселенную. Сегодня мы с вами обсудим последнее заседание Федерального комитета открытого рынка, а также обсудим последствия этого на рынке. Помимо этого, мы также с вами посмотрим разнообразные макроданные, и если вам нравится этот контент, обязательно подпишитесь на канал, поставьте под видео лайк и напишите в комментариях слова вашей поддержки. Что ж, поехали. Итак, больше чем год назад мы сказали, что терминальный уровень ставки скорее всего будет около 5,5%, а в тот момент это была определенно непопулярная точка зрения. Но вот мы здесь, ставка равна 5,5%, и по мере того, как больше и больше заседаний завершаются тем, что ФРС не меняет ставку, оставляя ее на 5,5%, мы начинаем задаваться вопросом, а не терминальная ли это ставка? Скажем, на тот момент, когда ставка равнялась всего лишь 2%, я всего лишь из головы выдумал число, которое было больше индекса потребительских цен, и думал, получится ли у 5,5% остановить инфляцию, а сейчас у нас ставка 5,5%. И сейчас встает важный вопрос, терминальная ли эта ставка или нет? И есть ли причина у ФРС поднимать ставку еще выше? И если мы с вами посмотрим на последний отчет ФРС, то увидим решение ФРС, согласно которому ставку следует оставить на уровне 5,25-5,5%. Так что, если мы с вами посмотрим вот на этот график, то увидим, что ФРС продолжают не поднимать ставку. Да, они оставляют возможность дальнейшего поднятия ставки и не сообщают о том, что собираются остановить движение, постоянно говоря, что «Ха, возможно, поднятие продолжится». Вы помните, как на последнем собрании от них были инсинуации о том, что будет еще один подъем в этом году? Но рынок им не поверил. И, говоря начистоту, я их в этом не обвиняю. На самом деле, я тоже им в этом совершенно не верю, при этом просто похоже, что Джером Пауэлл пытается преуменьшить значение заявлений, сделанных на последнем собрании, а также вероятности того, что ставка будет поднята. Если посмотреть то, что в настоящий момент ожидает рынок, то можно увидеть, что к декабрьскому заседанию, до которого осталось примерно 6 недель, 80-процентный шанс того, что ФРС оставит ставку на уровне 5,5%. Да, остается 20% того, что ставку поднимут, и 25% того, что ставка будет поднята в январе. Но вы видите сами, что рынок по-прежнему ожидает даже начало сокращения ставок, начиная с лета 2024-го, точнее, с июня. Но, естественно, эту информацию нельзя воспринимать как за то, что абсолютно вероятно произойдет. Например, на рынке облигаций сейчас пошло много чего не по плану, за последние годы особенно, когда ставка была равна 3%. В общем, в короткосрочной перспективе рынок полагает, что ФРС выдохлась. И, опять же, на чистоту, я, в общем-то, тоже склоняюсь к тому, что они закончили поднимать ставку. И единственная причина дальнейшего поднятия может быть только то, что если окажется, что эта политика недостаточно ограничительна. Это самая сложная задача для того, чтобы определить, достигла ли ФРС достаточных ограничительных уровней. Таким образом, главный вопрос заключается в следующем. достаточно ли замедлилась инфляция и замедлилась экономика, чтобы инфляция последовательно сокращалась до уровня 2%, что является их целью. Ведь в настоящее время картина такова, что инфляция находится на достаточно высоком уровне. Если мы с вами по-быстрому посмотрим на данные, сравнив инфляцию года к году, то увидим, что по сути она равна 3,7%, а если посмотрим на базовую инфляцию, то значение уже будет 4,1%. Таким образом, давайте представим, что если кто-то год назад говорит вам, что в ноябре мы получаем данные по ВВП за третий квартал, выраженные в годовом исчислении на уровне 4,9%, а базовый индекс потребительских цен составил 4,1%, то как вы думаете, достаточно ли ФРС подняла ставку? Ей вероятный ответ будет «нет». То есть при годовом ВВП в 4,9% и индексе потребительских цен в 4,1% вы думаете, ФРС остановится? Ответом будет «вероятно нет». Верно. В такой ситуации, вероятно, им будет необходимо дальше поднимать ставку. Но ФРС этого не делает. И повторюсь, что я склоняюсь к тому, что... При этом, конечно же, я могу легко ошибаться, но при этом я склоняюсь к тому, что очень даже запросто эта ставка может стать терминальной. Если мы с вами посмотрим на предыдущий бизнес-цикл, то увидим, что как только они достигли терминального уровня в декабре 2018, они удерживали ее до июня 2019. То есть, по сути, они удерживали ставку примерно в течение полугода. Плюс-минус. Текущая ставка приблизительно прошла половину этого пути. То есть, примерно около трех месяцев. С этого момента теоретического терминального уровня. Поэтому главный вопрос заключается в том, достаточно ли сделала ФРС. Потому что мы с вами видели, что за последний квартал данные по ВВП в годовом исчислении составили 4,9%. Что довольно много. Это реально много. Это многих может привести к тому, что они поверят, что экономика в настоящий момент не замедляется, а инфляция не встала на свой путь в направлении к 2%. Поэтому нам нужно посмотреть с вами на несколько вещей, которые могут нам дать подсказку о том, что думает ФРС. Верно? Итак, прежде всего, нам необходимо помнить, что у индекса S&P 500 происходит значительная коррекция за последние несколько месяцев. Индекс упал примерно на 11%. Так что с учетом этой коррекции ФРС может действовать, по крайней мере, осторожно. Ведь не появилось до сих пор никаких гарантий того, что в четвертом квартале мы увидим ралли, на которое очень многие надеются. Но есть и другие причины, которые могут повлиять. Например, недавнее заявление секретаря казначейства Дженет Йеллен, которое даже превзошло ожидания рынков, в теории может стать попутным ветром для рынков акций и облигаций. Но есть и ветры, которые дуют навстречу. Например, реакция рынка на то, что в настоящий момент рынок труда замедляется. Есть и другие вещи. Таким образом, основной вопрос в том, что является более важным для индекса S&P. Опираемся ли мы вот на эти восходящие низы? Является ли это основным трендом? И будет ли отскок в четвертом квартале, перебивающий вот эти вершины? Начнет ли опять расти инфляция, заставляя ФРС действовать жестче? Либо же более логичен локальный тренд с нисходящими верхами и нисходящими низами? Ведь сейчас мы находимся рядом с очень важным уровнем, двухсотневным скользящим средним. Его текущее значение составляет 4243, а S&P имеет значение 4237. То есть, по сути, индекс находится на значении двухсотневного скользящего среднего. И совсем недавно мы говорили в отношении индекса S&P, что есть большая вероятность образования отскока. И вопрос в отношении обоснованности ралли в четвертом квартале или его устойчивости в том, что сможет ли он преодолеть предыдущую вершину или все закончится нисходящим верхом. Если предыдущая вершина будет преодолена, это станет подкреплением идеи ралли. Но если все закончится нисходящим верхом, то, к сожалению, статус-кво не изменится, и все это останется даунтрендом, пока мы не получим доказательств обратного. Так что остаются элементы того, что S&P может упасть на 10%. Если бы S&P был на уровне 4600, а ВВП составил 4,9%, и индекс потребительских цен на уровне 4,1%, то вероятно, ФРС бы подняло ставку. Но они этого не сделали. И в настоящий момент то, что может заставить меня поменять мою точку зрения, если S&P начнет снова расти и преодолеть вершины, которые были вот здесь, а мы с вами начнем наблюдать за ростом инфляции снова, тогда они снова начнут поднимать свои ставки. Но также он здесь упомянул следующее. Он сказал примерно так, как ужасно это бы было, если они примут решение двигаться в этом направлении. В общем, я считаю, что Пал считает, что они и так уже довольно сильно зажали экономику для того, чтобы замедлить текущий темп экономики. При этом не похоже, что у него есть цель идти к дальнейшему повышению базовой ставки. Еще один важный индекс, о котором мы особо не говорили, это индекс PMI, или индекс деловой активности. И как вы видите, у нас перед вами история на десятилетия. В общем, за последние несколько месяцев он начинает снова расти. И это поведение потенциально совпадает с нашим неопределенным будущим, когда мы видим, что все в целом в порядке, а экономика не замедляется. И такое поведение очень сильно подрывает всю предпосылку к нашей сказке. Перед этим он полным ходом опустился вниз до уровня в 47, но если мы посмотрим на это в контексте истории, то увидим, куда он опускался в предыдущем цикле рецессии. Когда был финансовый кризис, он опустился полностью вот сюда, примерно в 30-х. Во время краха дудкомов он был на уровне 40. При этом в 80-х годах он опускался еще ниже. В общем, и т.д., и т.п. Таким образом, мы видим, что он опустился довольно в очень низкую и опасную зону. При этом он не опустился ниже того, где он был до этого. При этом главным вопросом остается то, что пойдет ли этот показатель еще ниже. Таким образом, если ФРС наблюдает и видит ситуацию, происходящую на территории производства с новыми заказами, естественно, эта информация свежая, и они решение не принимали на основании ее. Но при этом есть определенные доказательства того, что экономика замедляется. И также есть доказательства того, что данные уровни ставки, которая в настоящий момент составляет 5,5%, является довольно достаточно ограничительной, чтобы экономику замедлить. В общем, мой вывод в том, что ФРС пытается избежать пойти слишком далеко, потенциально поломав систему. В общем, таким образом, они действуют осторожно. Я думаю, даже их интонация заключается в том, что они действуют осторожно. В общем, типа того. Таким образом, я предполагаю, что если мы с вами не увидим серьезного ралли СНП или инфляция и превысит ожидания, то мои предположения, что данная ставка является терминальной. Главный вопрос в том, что как они смогут удержать год? Насколько им хватит сил? Много раз во время образования ралли СНП ФРС выдерживала паузу. Много раз. Не всегда, но много раз. И у нас есть достаточно примеров, когда ФРС достигла терминального уровня ставки, СНП сделала ралли. Но если мы посмотрим на этот цикл, мы можем увидеть противоположное. С достижением терминального уровня ставки, потенциального уровня ставки, мы достигли вершину СНП. Здесь была достигнута вершина, верно? Смотрите, мы достигли терминального уровня, и это образовало вершину. Мы раньше с вами говорили об этом потенциальном сценарии, когда рынок воспринимает ситуацию, переход с 75 базисных пунктов к 50 базисным пунктам, как то, что обычно происходит во время остановки. И когда эта ситуация произошла в конце 2022, это стало моментом, когда СНП образовало серьезное ралли. Но после того, как ФРС достигла терминального уровня, что не является гарантией терминального уровня, но когда она его достигла, это стало сигналом локального уровня для индекса СНП. Но что интересно в отношении данного бизнес-цикла, то, что обычно ФРС поднимает ставку в растущем рынке. Если мы с вами посмотрим сюда, когда ФРС поднимала ставку в 98, 99 и 2000 году, рынок продолжал расти. Аналогично и здесь, во время финансового кризиса, по крайней мере, приведшему к финансовому кризису. В это время рынок рос. Затем ФРС начала сокращать ставку, и рынок поехал вниз. Так? Но если мы с вами посмотрим на ситуацию сегодня, мы такие, секунду, это вообще не похоже на вот этот бизнес-цикл. В данном бизнес-цикле ФРС начала поднимать ставку, когда рынок начал свое снижение. Таким образом, вся ситуация происходящего очень сильно отличается в отношении предыдущих бизнес-циклов. И я думаю, что многие видят, насколько медленно ФРС реагировала на начало поднятия ставок. Ведь на самом деле поднятие ставки должно быть на целый год раньше, чем они начали. Так что, я думаю, что выводы, которые мы можем сделать, следующие. Вернется ли в строй S&P вот здесь. Я знаю, что многие настроены по бычьи, и я не утверждаю, что рынок не может начать восстанавливаться. Мы знаем, что происходит коррекция, а коррекция не может длиться вечно. Так что всегда возможно возвращение рынка. Но особенность тем, что заявила Йеллен, утверждая более короткий срок того, что ожидал рынок, по сути, если я немного объясню это, многие ожидали срок в 30 лет, а теперь он оказался двухлетним. В итоге теперь не такое сильное давление на рынок облигаций по сравнению с давлением на рынок акций. И вот почему тикер TLT потенциально формирует локальное дно. Так? Поэтому, если мы с вами вернемся и посмотрим на индекс S&P 500, и если вы, ребят, помните последние несколько месяцев, то помните, что много дней, чем дольше он поднимался по оси Y вверх, акции продолжали падение. Но как только по оси Y он начинает падать, то теоретически сокращается давление на рынок акций. И вот почему очень многие люди в настоящий момент настроены по бычьи. Так что вопрос в том, несмотря на всю эту бычесть, может ли S&P образовать что-то отличное от нисходящего верха? Если он сможет, то отлично. Значит, есть место для забега вверх. Если не сможет, то это может значить еще одну причину, по которой по оси Y мы пойдем вниз, из-за того, что ФРС зашло слишком далеко, и текущий уровень ставки является достаточно жестким, который довольно быстро сможет замедлить развитие экономики. Так что я думаю, важно остановиться на том, что многие задаются вопросом, как это повлияет на рынок, как повлияет на биткоин и на альткоины. Если говорить про краткосрочную перспективу, за последние несколько месяцев эта кривая росла, увеличивая себестоимость капитала, что было обременением компаний. И это обременение, похоже, вероятно, привело к сокращению расходов. А также, я считаю, привело к сокращению спроса. Так? При этом вся эта ситуация проявляется не немедленно. Здесь есть некоторый эффект задержки. Поэтому вы можете наблюдать эффект проявления этой ситуации в этом квартале. Это может быть первый, а может быть и второй квартал. Но здесь присутствует эффект задержки. И одна из вещей, о которой сказал Пол, при этом я пытаюсь не попасться в его ловушку. Он сказал то, что... Все были довольно рады видеть наши результаты, достижения прогресса в борьбе с инфляцией, без роста, безработицы, который типичен при таких циклах поднятия ставок, как этот. Так что должен задать себе вопрос, отличается ли этот раз от других? И цикл поднятия ставок реально не повлиял на рынок труда. Или же это лишь часть бизнес-цикла, которая нас только лишь ожидает? Если мы с вами посмотрим на уровень процентных ставок, обычно уровни повышения и снижения, когда Феррес поднимает ставку, останавливаются и начинают сокращаться при наступлении серьезной рецессии, когда фондовые рынки серьезно падают. Верно? Аналогично и здесь. Так, подняли, удержали, а затем сокращали, когда рынок поехал вниз. Подняли, удержали, стали сокращать, как рынок поехал вниз. Таким образом, мы с вами видим три явных примера, когда это происходило. Так что, если мы с вами посмотрим на вот этот бизнес-цикл, смотрите, ну что ж, подъем, удержание уровня, ну что произошло, когда они стали сокращать? Сделал ли рынок что-то в этот раз другое? По сравнению с тем, что он всегда делал, когда Феррес начинали сокращать ставку. Но почему Феррес начали сокращать ставку? Ведь определенно не из-за того, что произошло с индексом S&P, а потому что обычно произошло, было произведено слишком много урона экономике, и она замедлилась больше, чем они ожидали увидеть. Так что, например, если 5,5% являются слишком жесткими, то, вероятно, мы с вами ожидаем увидеть вещи такие, как индекс PMI в будущих месяцах продолжит оставаться в зоне падения. То есть он продолжит свое падение. Вот это индекс PMI, а вот это новые заказы. И, как вы сами видите, он также сокращается. Да, некоторое время он поднимался, но в итоге, в целом, двигаясь за последние месяцы вверх, он значительно упал, в итоге упав ниже, чем несколько предыдущих месяцев. В итоге, самый главный вопрос заключается в том, достигли ли они своего результата. В итоге поднимается аргумент, если экономика замедляется, то, возможно, они достигли это с 5,25%, то есть 5,5% были излишни. Но, по мере того, как они удерживают ставку на уровне 5,5%, нам предстоит увидеть, выдержит экономика или нет, и если сможет, то это значит, вероятно, что подъем ставок продолжится. В конечном итоге, они могут не появиться до 24-го, но они могут появиться. В конечном счете, если экономика это сможет пережить, что будет значить, что инфляция вернется. So you can see that what causes the Fed to cut, like here, what causes them to cut is when the unemployment rate is going up. Right? So that, I think, is the only way they're going to start cutting is if it starts to have an effect on the labor market. But the labor market hasn't really made that move yet. It's still at 3.8%. And if you look at some of the numbers, right, some of the, you know, some of the more detailed numbers, right, if you go look at initial claims, it's still printing low levels. I mean, this is still at only 210,000. Pretty low level. Continued claims is starting to show a little bit more worrisome numbers here, right, it's starting to go higher. Potentially bottoming out here in September, just like it did last year. Okay? So if that continues to go, the reason why continued claims is important is if you go look at unemployment rate versus claims, right, so if you look at continued claims versus the unemployment rate, right, you can see that they sort of, I mean, if continued claims is going higher, which is the green line, the blue line unemployment rate tends to follow. And then continued claims tops out before the unemployment rate does. Right? So you can see it pretty clearly. Oftentimes. Not every time, right? Here's an example where it doesn't. And actually, no, it still did. It still topped out just before it, maybe just like a month before it or two months before it. But that's the thing is continued claims going to start leading the unemployment rate higher. And if it does, that could lead to sort of the Fed having to figure out as, you know, well, how long are they prepared to hold rates at five and a half percent if it in fact is sufficiently restrictive? Right? Because again, at this point, there's no clear indication that that inflation is back down to two percent or is even necessarily heading in that direction. And if we just pull back up inflation, core inflation, and say, Она не спадает, но нет никакой гарантии, что она и продолжится падать, если рынок снова начнет расти. И говоря о рынках, посмотрите на крипто, ведь оно недавно пошло вверх. Биткоин практически достиг уровня в 36 тысяч. Биткоина образовался довольно агрессивный заезд вверх. Честно говоря, не могу даже предположить, где он остановится. Это может произойти в любой момент. На мой взгляд, годовой максимум уже достигнут. Ранее я говорил, что биткоин может достигнуть уровня в 35 тысяч в этом году. А сейчас, по сути, он достиг уже и 36. Так что не спрашивайте мне, когда он остановится в своем росте. Все может поменяться совершенно в любой момент. Я лишь смотрю на эту трендовую линию. При этом, вы ведь знаете, что любая трендовая линия может быть сломлена в любой момент. И это не исключение. Но если она не сломается и не будет преодолена, это не будет означать, что она не сформирует основание, как мы видели это ранее. Но я склоняюсь предполагать, что эти низы мы не преодолеем, пока не нагрянет настоящая рецессия. Это как раз ситуация, откуда берет начало вторичный страх. По сути, это именно происходит тогда, когда люди не верят в то, что мы можем войти ниже. В итоге мы вышибаем предыдущий низ. Не обязательно все из них, но в любом случае некоторые. Так что, это не исключает возможности забега биткоина вверх, на некоторое время задержаться, а затем схватив вторичный страх с наступлением рецессии, что мы можем с вами увидеть в конце этого или начале следующего года. Вот таким образом выглядит текущая ситуация. Очевидно, что рынок альткоинов также немного вырос из-за роста биткоина. И, как я говорил ранее, в годах предшествующих халвингу, завязка с крипта, по сути, должна сводиться только лишь к биткоину. Это не значит, что рынок альткоинов не может вырасти, как мы видим ситуацию сейчас. Это лишь значит то, что альткоины растут из-за того, что растет биткоин. Верно? И доминация биткоина продолжит расти. И это именно то, что происходит и сейчас. Доминация приближается к 54%. Верно? Ведь многие биткоины в отношении к биткоину пробивают новое дно. Ада к биткоину достигла нового дна на прошлой неделе. А вакс биткоин достиг нового дна. Доты к биткоину достиг нового дна. И это происходит с многими альткоинами. Не со всеми. Некоторые держатся. Но я всегда говорил, что кто-то устоит. Но абсолютное коллективное большинство в отношении к биткоину слабы. И вот почему в годах, предшествующих халвингу, биткоин является, если вы хотите зайти в крипто, выбором номер один. Потому что если он растет, пара к альткоинам падает. А если биткоин падает, то все пары к альткоинам падают. Если биткоин удерживает определенный уровень, то до альта может расти. Но основная причина того, что альткоин рынок растет, потому что прежде всего вырос биткоин. По крайней мере, когда мы говорим о годах, предшествующих халвингу, мы наблюдаем такую фундаментальную разницу. К примеру, посмотрите на пару дот-биткоин. Я знаю, что многие расстраиваются, когда я говорю про эту пару дот-биткоину. Но сейчас она 4,5, почти 5. И я уверен, что для многих это является облегчением. Так? Но посмотрите на пару к биткоину. Посмотрите сюда. В этом году эта пара упала на 48-49%. Вы бы получили гораздо больший результат, придерживаясь биткоина в годах, предшествующих халвингу, забыв о большинстве альткоинов, начав интересоваться ими на ранней стадии года халвинга. Зачем это упускать? Эта пара упала почти на 50% только лишь в этом году. А также упала на 55% в прошлом году в отношении к биткоину. Аналогично можно сказать для большинства альткоинов. Пара АДБиткоин в прошлом году упала на 47%, а в этом году упала на 41%. Так? Поэтому... Конечно, мы можем выбрать некоторые альткоины, которые обгоняют результаты биткоина, но я всегда говорил, что такие будут. При этом я смотрю сюда и говорю, как реагирует крипто на то, если мы вступим в рецессию. И, скорее всего, не очень хорошо. Но тайминг — это ключевое, ведь никто не знает, что реально произойдет. Процесс уже может начаться для индекса S&P. Если мы все-таки достигли вершин и выше летнего уровня, мы не пойдем. Это как пинок камня на дороге. В общем, загруженный биткоином портфель обычно показывает результаты перед халвингом лучше, чем загруженный альткоинами. По крайней мере, если в вашем портфеле не единственный альткоин, который показывает лучшие результаты по сравнению с биткоином. И да, есть такие, их немного, но вы постоянно мне об этом говорите. В любом случае, есть что есть. А это была выжимка результатов заседания FOMC, включая некоторые макроэкономические показатели. Надеюсь, вам это было интересно, хоть и довольно сложно, но быть в курсе макроэкономических показателей происходящего в целом, видя крупную картину, является очень важным фактором в успешном трейдинге. Поэтому с вас подписка и лайк, а с нас продолжение качественного контента. Благодарю вас за просмотр и до встречи. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова